Сегодня у нас 1 августа 2017 года. Вот мы собираемся на завтрак. Просил у нас, звонарь сегодня. Что, идёт, дядя Никита-то? Да, идёт, идёт. Вот. Вот так вот. С утра уже тут ребята стали таскать дрова. Вот ведром Коля стал таскать. Вот это всё нам будет расколоть. Сейчас вот после завтрака решили у себя пока отставить колку. Пойти к брату нашему Роману и помочь ему с колкой дров. Как Бог даст. Что сможем, то сделаем. Тут у нас дрова. Вот. Вон брат Никита тоже. Брат, все стоят, ждут уже на молитве. Ага. Вот так вот. Дом заходит. Это моя комната. Бежит! Вышка у нас. Замолитый, святый отец наш, Господи Иисусе, Христе, Синий Божий, помилуй нас. Аминь. Отче наш, ежеси на небесе, да святится имя Твое, да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твоя, ярко на небесе и на земле. Хлеб наш насущий дашь вам днесь. И остави нам долги наши, якажи, и мы оставляем ложеком нашему. Не веди нас в искушение, но избави нас от утра вагон. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Слава Цвей, Сыну и Святому Духу, и ныне и пресла, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, и благослови. За молитву при чистоте Матери всех святых, пои Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Божьей милостью будем не грешим. Создавай мне, Господи, и помилуй меня. Обещу славясь и грешил, Господи. Прости меня, грешая, и помилуй. Поближе встаньте. Я вот там прогулялся с ураганом, дошел к Данюше, чтобы он начал ходатайствовать, узнавать насчет не гравия, а щебня крупного. Вот как там у нас есть. Ну, пока ничего не известно. И опять, это, конечно, большие деньги тут крутиться будут. Ну, песок разравлен, приблизительно, потом его перед этим лопатой, и снова вызовем грейдер. Вот начался только день. От Натальи, Черновой, письмо, и притом дважды. Сначала первое, потом второе, что я сбросила 7 килограмм у вас пока была. Вот хорошо, что она взвесилась здесь. А я на эту тему-то говорил, не обращаясь конкретно. Ну, зачем это? Лишнее-то не нужно. 7 килограмм. Ну, постараюсь, чтобы не набирать больше. Ноги не поджимают, держи прямо. Другое. Где-то они были на воде природы, и там уже было павшие деревья, деревья, сучки собирать. И она не заставляла, а Илюша сам это сделал. Костер разводил. Это так радостно. А дальше с большим лукой пишет. Это ваша школа. Я тут в окно видел, что она несет что-то сзади, идет сонный где-то. Вот она уже школа. Утром ролики разные мне там. То посмотреть, то дай комментарии. Наня глухо там видела, как одна женщина, какая-то сестра, ухватила чужого мужчину за двором. Подробности неизвестны. Вот как это смотреть? Это унизительно. Ну я написал. Практически если у православия, обрадоприте, там все моменты взяты об этом. Еще добавить я к этому не могу. Это не просто так. Бывает, два мужчины дерутся, а другая женщина подскочила и схватила за сормной лук его. Руку отсечь. И уже не бесполезно говорить, когда будет атака одна рука. Левой рукой схватила, а левую руку отрубят. Неизвестно докуда, но руку отрубят. Значит, очень серьезно. И когда над Давидами слугами насмеялись, а полборода избрели-то, была война, погибли десятки тысяч людей. Так что это, ну говори, что он это, смотри. И сбрасывают меня разные люди посмотреть. И Никита сбросил. Так, расскажи немного о чем там в роликах. Ну некий яромонах о вас рассказывает, кто вы такой. Ну-ну-ну еще, кто он такой? Ну я не знаю, кто он такой. А с какой целью ты мне сбросил его? Ну чтобы вы посмотрели, как это все-таки про вас. Какое твое чувство, когда ты вот такие ролики видишь и сбрасываешь? Просто ознакомить или что? Какое у тебя внутри чувство? Ознакомить. А? Просто ознакомить. Ну я немножко ответил сегодня в событиях дня. Антоний Шляхов. Я не знаю, откуда это у него фамилия. Шляхта такая была польская. Вот. И дальше я посмотрел его биографию. Если по канонам, он не священник. Он не яромонах. Ничего этого нет. Он все обман. Почему? Потому что, когда рукополагали, у них определенный канон гласит к определенной сверке. Он должен сказать, я буду служить в Барнауле в Покровском соборе. Там. А не так, чтобы он ходил, я и в чужую партию. Каноны запрещают. Каноны. Каноны Вселенских соборов поместных. Так что, под вопросом того, он, а не я. Какого его ко мне отношения? Он меня не знает, не видел, что он против русского языка. Ну, а при чем тут я? То есть, у него религии до ноздрей. А веры нету. А у меня веры, а религии нету. Мы совершенно разные. У него, что говорит Христос Евангелие, ни одной ссылки нигде нету. А он живет негативом, как заразная муха. Муха. Патриарх не такой. Он там встречался. Его анафемы. Там Зюба был. Зюбом такой диамид. Он с ним был вместе. А потом они разошлись и говорят, что, не знаю, анафемы друг друга предали. Что это и нэн, и вот это вот он везде. И где он на фоне, оттуда. Он питается только негативом. Ни одной действительно настоящей евангельской проповеди я у него не встретил. Нету. У него все перепутано, перепачкано. Я в конце только сказал. А у меня есть голубяня, а у него нету. Есть ответ. А при чем тут голубяня? У злого человека голубя не водятся. Они умирают или забывают дать им есть пить. У злого человека голубя не водятся. Это большая статья в «Уттайской правде» была на первой странице, на второй. Наталья Сохарева писала. И я убеждаюсь, это так. Бывает заключенные даже. И бывает статья такая строгая. А он сказал, бля, и входит. Ну как же, до кого такой-то? Дудь. Был пьяный, подставили его, он не оборонялся, его и посадили. Это в зоне показано, когда этого подставили барсата. Нож подкинули. А он серьезно ему говорит. Тебе это срок грозит-то. Ну ты с ним был, то проще. Ты товарищ, ты выдал. Да ты знаменитый, тебя вытащат, а меня никто не вытащит. У него такое же самое. Везде один негатив. Нету о том, чтобы он ходил там, проповедовал. Он и не может этого делать. А почему так? Я сегодня мух бил вот здесь, зашел, мухи летают. Я подумал, я муху, три мухи было. Я муху хлопал одну, убил. Пока встряхивал ее мертвую. Глух нету нигде. Вот их состояние. Они видят, я там хлопнул кого-то. А теперь остальные, они попрятались и оттуда начинает. А он где? По помойкам лазил. У него только осуждение. Он переполнен до ноздрей. Повторяю, до ноздрей. То есть дышать ему нечем. И он, находясь в этом положении, он ищет тему. А тут тема большая. И он ее никогда не кончит. Он нашел, что я сказал, кто-то ему подкинул, что если бы кардинал католический был, я в такой обстановке был, я подошел под Волгородство. Подошел, но еще дальше. Тебе-то какое до этого дело? А вот символ веры, я там объясняю, от отца и сына исходящих. От отца и сына это доказуемое. Половина святых отцов так понимали. Он на это теперь костерит. Он еще не знает совершенно. Глупый, глупый. Петр. Инвалид второй группы. Что с него спрашивать? Монастырь в Вене посмотрел. Там ВКонтакте, там везде. Где-то у нее ничего нету. Негатив. Вот там с папой встретились. Теперь еще где-то. Там эти... Он против евреев, против жидов. А я, значит, еврей. Меня уже определили, я еврей, жид и прочее. Он проклятый. Почему он злословит народ Божий? Еврейский народ никому не подсудит. Правильно, неправильно делают. Не проклянай наследие Божие. Это дети Авраама. Это дети дьявола. Дети дьявола не поноси. Которые распинали Христа, они относятся к тем же самым чадам. Он не знает этого. И меня за это. Это мне до того смешно. И такие же ему отзывы там дают. Какая-то. Свет Христов. Или заповедь Божия. Название. Нет таких имен. Нет. Это обман. Ой, какой отец Антони сказали, то другое. Ну, согласно канонах, он никакой и не отец. Никого не родил. Он только поносил. А осуждающий другого убивает троих. Свою душу в первую очередь. Того против кого и того, кого слушает, засоряет уши. Я пытался у него что-то найти. Я давно уже видел, он выступает. В храме стоит. Никого нигде нету. Он один в храме стоит. Ни разу, нигде в храме никого не показали. Никого нету. Он при антураже там стоит. Я каждый день могу показать. Вот мы работали. Вчера у меня Коля работал хорошо. Сегодня Наталья отозвалась, что Илюша лучше стал себя вести. А он ничего не может показать. Мертвая зона. И поэтому отвечать, зачем время тратить. Драконить его. Ничего нет. Я только встал, помолился этого Петра несчастного. Найди Господи. А он на Афоне. Царя не убили, не расстреляли. А он был там-то, где-то. Он такое бреднё несёт. Когда головы их отрубленные, привезли Ленину, показывали заспиртованную. Когда об этом пишут, показывают. Это так и так, это так. Я в Америке был, в Нью-Йорке. Сказали, кто-то сдали. Привезли заспиртованный голову Николая Второго и Алёше. Показали где. Про это я не знаю. Ну, в общем-то, по смыслу, да. Сорос там их, кто финансировал. Они ждали результата и получили его. Была революция. Святая Русь там проще. Святая Русь когда была святая? Скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает. Останется бело. Вина, война. Хватали всё от севера до юга до порта Артура Оску Астрову. Всё подгребли саму тайгу и вьюгу. И расплодили нехристи, воров. У меня стихотворение такое есть. Я посчитал даже, когда за Диамидом он уцепился. И всё одобряет. И вдруг у них между собой так неладно, что абсолютно никак. И он теперь уже против Диамиду. А я за Диамидом молился и молюсь. Разумею, не против телефона, против паспортов. А у самого, говорит, паспорт у него расходится. Но без паспорта-то никто. И апостол Павел, я римский гражданин. А если не римский гражданин, а назвался что будет? Смерть. И поэтому они очень боялись. А как описание было? Вот считаешь, когда Пушкин написал, Гришка Отрепер. Возраст его такой-то. Вид его такой-то. У него бородавка там-то. Родимое пятно там-то. Глаза такого цвета. Говорит, заикается. То есть не было фото Паврата изобретено, но по описанию сходилось везде. Образ Христа был представлен таким, каким он не был. Не был. И поэтому его евреи к своей не приняли, пришел к своим, к своим не приняли. Это у меня сегодняшнее, утреннее, еще раз больше. Никуда не торопился. Сегодня ехать не надо с Ирой. И потом она все сделана, теперь только здесь. Я ребятам подсказываю. Пошел с собакой с ураганом до Романа. Романа нет. Где он? Он на разъезде. Он кирпичи вытаскивает там разные. Вчера три размера, показал. А вот этот белый. Не знаю. Есть такие противостейки кислотные. Где-то в кислотных баках и обкладывает. Кислота на разъедать. Все. Это такое что-то сделали. И не огнеупорный. А как он в огне будет? Не знаю. Опыта нет. А где упорный, я знаю. Ему русская пища нужна. Где? Не знаю. Дома нет. Я не понял. Где русская пища? Есть такое четверостичное. Слава Богу, понемногу стали наживаться. Продал дом, купил ворота. Стали запираться. А куда запираться, когда дом запродал? Еще или нет? Вот такое сегодняшнее утреннее вступление. И ты, Никита, никогда ничего им не отвечай. Не надо. Там ничего нет. Пустое место. Ответь там, где нуждается. Где может принести пользу. Евангелие он не принимает. Он не принимает его даже на русском языке. Синодальный перевод. И это не надо. Иначе народ узнает и поймет не туда шире. И главное, все, от чего погибла Россия, он одобряет. Он враг. Враг православия. Враг России. Россия погибла, потому что не было обращения. Пули, которые выливали на заводах Николая II, прошлись по нему. Штыки пароли, которые за ворот и все. За стол. Господи Иисусе, естественный Божий. Аминь. Аминь. Отодвигайте дальше сразу. С миром прямой. Мы сегодня пораньше. Бац. Благословение тебе, Нестор. Он уже благословил, так что Петя. Сергей Павлович, любезный. Время у вас. Белка головой сидит, а давайте вперед, чтобы она полетела, попала. Так у нас стреляют. Давай. Слышь, славяй, 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 славяй. Славяй.